Ты что, ничего не слышал, что мы говорили? Ну, и так частково, про рату там, all right говорят. Вот. Из чего состоит данное выражение? All, всё, right, хорошо. Да. Нет, снова, не хорошо. Right, как бы, порядок, то, как должно быть. Право. Да, правая рука, справедливость и так дальше. То есть, допустим, в английском языке корень right соответствует корню прави в славянский. А, хорошо, а какое похожее слово, допустим, встречается в хиньевических книгах? Башка, да. Ну как? Вы же помните, как читали? Я читал. И что там есть? Я же давно читала, как тридцать, а не тридцать, а не тридцать, пять, сорок и назад читала. И что там есть? Веда перона. Санть и Веда перона. Как слово Сантья связано с словом рата? Ну, есть там вот такие сами пуговые. Ну, это насмешка. А конкретно, вот какое там есть слово, которое соответствует слову рата? Ну, там Санта, там рата. Чего? Ну, там Сантья, тут рата. Причём здесь Сантья? Сантья это другая вообще со всеми идеи. Ну, это же мне наступало, я не разумела, что это. Я спросил совсем другое. Какое в хеневичских книгах есть слово, соответствующее слову рата? Я не помню. Да помню это в сто процентов. Ну, если вы скажете, то точно сгадай. Я так не помню. Ну, а если подумать? Искали наши археологи останки скелетов через тысячи лет. Ну, если мы так будем ждать, пока слово само найдётся. Ну, ну и что? Ну, так там есть такое одно понятие, очень важное, которое многие еще эзотерики стаскали. И потом прыгают и кричат, как хорошо, что в славянских ведах это описано. Ну, это не то есть. Законы Рита, помню? Помню. Ну, так что ж не помню? Ну, по смыслу так. Почему по смыслу? Даже по звучанию. Что такое Рита? Или вы что думаете, что это законы Риты какой-то? Слово Рита – это искажённая версия слова Рата. И всё? Так же ж? Ну, лучше. По всем лингвистическим корням и всему показывают, что-то. То есть законы прави, законы справедливости. Если дословно. Ну, правда, за законы справедливости Ехеневич там часто выдал непонятно что. И понятие закона Рита он сузил только к аспекту телегонии. Ну, вообще, само понятие, что законы прави. Хорошо. А помните дословное вообще значение слова Рата? Та, что ура. Та, что належит Ра. Ну, да. Та, которая принадлежит Ра, та, которая утверждена Ра. Та, которая создана Ра. То есть Рата – это справедливость. Законы Раты – это законы Риты. Ну, если в изначальном смысле, а не в том, как Ехеневич, Скаерков, то это законы всех изначальных божественных устоев прави, которые дал нам все. Теперь, что мы на звучание по смыслу, то Рата Е, ну, единственное, что, может, Рата Ве. Веда есть. Это Рата Е, это то, что вода яснует, так? Ну, и то, что она существует, это буквица «Есть». И то, что она помогает нам воссоединиться со Всевышним, это буквица «Есть». Датаяр, как выглядит буквица «Есть»? «Есть». Угу. Как современная украинская. Ммм, нет. Короче, понятно. Изучать еще раз. Это современная украинская. В общем, изучать его или изучать там. Ну, не так сам. Ну, по крайней мере, у вас хоть какие-то там. Ну так я же с кикицем не занимаюсь, а не с кикицем. Ну так это тоже как люди, когда Корослав уже там уже сколько, 8 лет, он говорит, да я только начал. Ну так он еще и 8 лет, а это еще и 8 месяцев не мает. Да не важно. И так Корославу через 80 лет скажут, да я только начал. И не позвонил, вот, Корослав. Да что удивляться. Да никто не говорится. Как тот психиатр, который должен других лечить, а он постоянно воет из-за того, что его никто не понимает. А ДТР проснуться не может. Так что что есть, то есть. Хорошо, приготовить чё? А кий бог чё? Мудрости. Мудрости? Ну да. Так тот бог мудрости. Ну да. А кийце тот? Ну да. Ты ж, не знаю, мог где-то в тексте, как это все начитать. Перепрошу. Я говорю, что нужно детально и внимательно читать тексты, и там все это давно уже было описано. Так что все хорошо. Что, идем дальше? Что? Летивце текстов. Да практически во всех, даже вот те, что там мои лотоси мира, которые есть, и там это описано. То есть, что там тот, и написано до римня кий, там такого немало. Ну, написать тот и до римня кий, это будет для дебилов уже совсем. А допустим, обозначить, что кий – это одно из воплощений числа бога, то это вполне нормальная, такие научная данность. Ну, значит, я просто пустил, ползу ваху свою. А всего нужно обгрызть его. Не нужно отрешиться от всего того, что не является важным, и исполнять то, что важно. Или какие-то другие есть. Еще, еще. Или какие-то другие есть идеи. Кремльякою. Повторяю, мальчик. Повторяю, мальчик. Не, не, ничего, давай ты это всегда обговариваешь. Нет, надо обговорить. Ты мне такой жартувал. Не надо обговорить этот вопрос, потому что, смотри, если то обрядовая часть, что желательно вкусить, и то, как бы, в принципе, вкушение пищи. Но так, коль она уже была, то я, как бы, говорил, что давайте уже вкушайте. И быстрее. Ну, да, так, чтобы уже ее завкушать, чтобы уже потом с ней не мучить. А как раз получилось, что тогда ты ее недовкушал, и сейчас вот мучился. И я считаю, что если мы, допустим, собрались, чтобы читать мантры, то все остальные лишние аспекты раздражения нужно откинуть и знать, что кроме мантр нет ничего. А то получается, что там то собраться не могут, то там не знаю. Ну, вообще, даже сегодня, когда мы шли на место, то каждый в какую-то разную сторону разваливается. Там одни разговаривают, другие воду пьют, третьи еще что-то делают. Ну, это в наши ряды внесли неустройство данных. Ну, не совсем. Мы так стройно и шли, дружно. Ну, так вот, что, переходим к дальнейшим мантраме и что-то разберем. Где ты, Игорь? Что будем разбирать? Ну, мне тяжело сейчас что-то слушать. Мантры от нас. Я не зацикавленный в разборочках. Бо я буду много прослуховывать, а потом Арей меня будет запитывать и сказать, и мы же все обговорювали. А я не чувствую. Ого! Ну, я сейчас буду переказывать всю древню историю. Ну, это занадтое интересно, чтобы сейчас вы прослушали этот час. Або с микрофоном. Не интересно. Какие государственные образования территории Украины ты знаешь, которые были до Киевской Руси? Ах, племена. Метродеты, а что вы знаете? Ну, что, Сарматы, перед Сарматами, перед Сарматской династією, Скицька. Но нет, они параллельно шли. Ну, не знаю, кемеринцы, Скицы, Сарматы, Аанский союз, Мизинская стоянка. Ротая. Трипийская. Вот такие творения. Ну, это ведь не джавный твор. Нет, не знаю. А Трипийская? Трипийская культура? Ну, Трипольская культура, это современное название Трипольской культуры. Города. Хорошо, вы что знаете все-таки. Хорошо, а что знаете про Иверию? Трипийская культура. Нет, дело в том, что в древности существовал Великий Иверийский союз. Отчасти до, а отчасти параллельно с Кемерией существовала Иверия. И изначально Иверия, она, если Кемерия, она на всю Евразию, то Иверия, она на всю Европу. И с такими эпизодическими заходами за Урал, на Кавказ и в Северную Африку. Оттуда, допустим, и многие западноевропейские регионы имеют название, как Иберия, Иберийский полуостров и так далее. И, собственно, Иберия, это и грузы. Так что есть. А какие это тысячи? Ну, это где-то пять с половиной. Уже после Можебожьей? Отчасти даже во время. И иберийцы, допустим, на территории Испании существовали фактически даже при Римской империи. И их добивали уже христиан. А, допустим, что ты знаешь про Артура? Артура Рекс? Угу. Чи какого? Ну, да, да. Ну, что, он и герой многих романей. А почему ты с насмешкой сказал Артура Рекса? Ну, я не знаю, просто, с какого ты имеешь в виду Артура, и тому... Ну, а насмешка какая-то здесь? Ну, это не насмешка. Просто... А что это? Ну, не, просто... А что это просто? Ну, просто, что, как бы, он и известен как король, а правильно как Рекс. И я посмешил. Ну, не знаю, ну, дивное у меня такое чувство. Какое дивное чувство. Ну, да что ты с этим чувством... Только почему? Ну, ну... М-м-м... М-м-м...